На протяжении многих столетий учёные с помощью теоретических моделей пытались сделать структуру и природу нашей Вселенной осязаемыми. Но что если, несмотря на все расчёты и наблюдения, мы допускаем огромную ошибку? Именно этому вопросу посвящён один из самых интересных и необычных тезисов в области космологии. Идея так называемой голографической Вселенной основана на предположении о том, что то, как мы можем наблюдать и воспринимать Вселенную, является ничем иным, как обманчивой иллюзией. Но что бы это значило, если бы Вселенная действительно была бы голограммой? Что именно подразумевается под этой теорией? И какие обстоятельства дают экспертам повод высказывать эту уникальную гипотезу? Сегодня мы хотели бы обсудить эти волнующие вопросы в нашем видео. Хотите увидеть больше интересных видео о самых захватывающих теориях и открытиях в космосе? Тогда подпишитесь на Simply Space, чтобы оставаться в курсе. Если вам нравится наш контент, мы будем очень признательны, если вы нажмёте на иконку с большим пальцем вверх. Нажимайте на изображение в титрах в конце сегодняшнего поста, чтобы посмотреть больше захватывающих видео. Концепция голографического принципа Во-первых, нам следует разобраться с тем, что именно подразумевается под тезисом о том, что наша Вселенная на самом деле является голограммой. В отличие от культового фильма «Матрица», эта теория, конечно, не предполагает, что мы в настоящее время находимся в антиутопическом мире, населённом жестокими инопланетянами, в котором обманчиво реалистичные образы закладываются в наши умы с помощью футуристических устройств. Соответствующее предположение основано скорее на том факте, что мы приписываем Вселенной в настоящее время на одно измерение больше, чем это есть на самом деле. Если мы заглянем во Вселенную, она без всяких сомнений выглядит как трёхмерное пространство. Голографический принцип предполагает, что именно это впечатление может быть большой иллюзией. Эта оптическая иллюзия может быть вызвана тем фактом, что реальные двумерные процессы во Вселенной кажутся нам на гигантском горизонте космоса трёхмерными процессами. Давайте сейчас просто подумаем о современных очках VR. Любой, кто хоть раз погружался в цифровые миры с помощью этого устройства, знает, что иллюзия, создаваемые этим гаджетом, поразительно реалистична. В действительности же трёхмерный игровой мир создаётся просто двумя плоскими дисплеями. Мы также можем наблюдать аналогичный принцип с хорошо известными трёхмерными движениями. Хотя известно, что они не имеют глубокой плоскости, тем не менее, когда мы слегка поворачиваем маленькие карточки назад и вперёд, создаётся трёхмерный эффект. В упрощённом виде голографический принцип во Вселенной следует тому же подходу, что и в описанных примерах. Но что могло вызвать такое проявление в космическом контексте? Вселенная как иллюзия. Что бы это значило? Чтобы понять суть этой устойчивой теории, группа британских физиков провела серию тестов, в ходе которых они исследовали микроволновое фоновое излучение во Вселенной. Рассматриваемое микроволновое излучение – это излучение в микроволновом диапазоне, которое было испущено в необъятное пространство Вселенной во время большого взрыва. Космическое фоновое излучение всё ещё можно обнаружить в любом наблюдаемом уголке космоса. Если следовать объяснениям экспертов, то голографическая Вселенная будет означать в обратном выводе, что наша трёхмерная реальность на самом деле вызвана информацией, хранящейся на двухмерных поверхностях. Это будет включать не только наше пространственное восприятие, но и время. Это может даже означать, что объекты, которые мы можем не только видеть, но и ощущать, как трёхмерная структура, на самом деле являются ничем иным, как проекциями двухмерного происхождения. В то время как предыдущие попытки объяснить голографические Вселенные иногда выходили в область теоретических рассуждений, исследователи из Великобритании теперь заявляют, что нашли убедительное доказательство того, что природа мира, которую мы воспринимаем каждый день, является ничем иным, как великой галактической иллюзией. Теория квантовой гравитации Физики-теоретики Саутгемптонского университета впервые создали модели голографической двухмерной Вселенной. Исходя из этого пространственного условия, эксперты повернули колесо времени назад на 13 миллиардов лет и наблюдали голографическую Вселенную в её первоначальном состоянии. Здесь, однако, следует упомянуть, что тезисы физиков основаны на теории квантовой гравитации. Это ещё довольно молодая теория, которая пытается объединить правила общей теории относительности и законы квантовой физики. Поэтому отправная точка квантовой гравитации иногда значительно отличается от понимания гравитации, описанного в классических теориях. Здесь британские учёные предполагают, что гравитация во Вселенной на самом деле вызвана так называемыми струнами. Проще говоря, подразумеваются одномерные структуры, представляющие своего рода повреждения в физическом пространстве. Сторонники этой гипотезы космических струн, которую не следует путать с известной теорией струн, считают, что галактические дефекты образовались вскоре после Большого взрыва. Предполагается, что они возникли в результате столкновения двух галактических областей с разными состояниями. Согласно объяснениям британских исследователей, эти струны являются голографическими изображениями двухмерной Вселенной. Доказательства голографической Вселенной? С помощью очень сложных инструментов учёным наконец удалось обнаружить в микроволновом диапазоне ранее неизвестную новую информацию. Как уже упоминалось, это, так сказать, остатки галактики, которые сформировались в ходе Большого взрыва. Исследователи сравнили полученные данные с текущими предположениями квантовой теории гравитации. Физики-теоретики были изумлены, обнаружив, что квантовую гравитацию можно использовать для реконструкции практически всех процессов в самой ранней Вселенной. Этот факт, в свою очередь, натолкнул экспертов на другой ход мысли. Поскольку общая теория относительности Эйнштейна не всегда может быть согласована с квантовой физикой, эксперты полагают, что они нашли доказательства подлинности своего тезиса о квантовой гравитации в ходе своего пробного запуска. В конце концов, модель двухмерной Вселенной была способна расшифровать различные процессы первоначальной Вселенной, которые раньше казались неразрешимыми загадками. Чтобы найти дальнейшие теоретические доказательства существования голографической Вселенной, учёные хотят в будущем активизировать свои исследования. Является ли расширение Вселенной иллюзией? Помимо этого захватывающего тезиса, существуют и другие теории, связанные с предполагаемыми иллюзиями во Вселенной. С начала XX века мы знали, что Вселенная постоянно расширяется. В конце 1990-х годов учёные снова пришли к выводу о том, что это расширение происходит с постоянно возрастающей скоростью. Это увеличение галактической скорости нужно было как-то объяснить в экспертных кругах. В конце концов, до этого эксперты предполагали, что преобладающая сила во Вселенной – это прежде всего гравитация. Однако, поскольку гравитация обладает характерным свойством притягивать объекты вместо того, чтобы выталкивать их наружу, был выдвинут тезис о неизвестной энергии во Вселенной, ответственной за ускоренное расширение Вселенной. Согласно этой теории, зловещая тёмная энергия сыграла решающую роль в процессах расширения Вселенной. Недавно опубликованная теория предполагает, что ускоренное расширение Вселенной – не более чем «великая иллюзия». Греческие исследователи во главе с Христосом Цагосом утверждают, что нашли доказательства того, что скорость расширения Вселенной не увеличивается постоянно, а фактически замедляется. Расширение останавливается? Если это предположение подтвердится, все теории, касающиеся существования тёмной энергии, превратятся в безнадёжный хаос. В то же время, однако, это могло бы также спасти нас от вселенской супергибели. Фактически, некоторые исследователи подозревают, что постоянно развивающееся расширение в конечном итоге приведёт к тому, что Вселенная однажды буквально разорвётся на части. Однако, если следовать теориям Цагоса и его команды, в будущем расширение пространства полностью остановится? Впоследствии Вселенная могла бы снова медленно сжиматься. Согласно объяснениям исследователей, скорость расширения Вселенной кажется нам быстрой лишь потому, что мы можем понять ускорение Вселенной только в нашем непосредственном окружении. Однако в более широком космическом контексте это не обязательно означает, что вся Вселенная расширяется с невероятной скоростью. Итак, в то время как космические процессы в непосредственной близости от нас происходят с относительно высокими скоростями, расширение Вселенной за пределами нашего галактического домашнего региона может прекратиться. Проблема иллюзии оси Но что могло вызвать такую галактическую иллюзию? Ведь тезис о том, что скорость расширения Вселенной неуклонно увеличивается, широко распространён в рядах ведущих учёных. Заявления Цагоса подтверждаются не в последнюю очередь недавним открытием, которое касается выравнивания осей нашего галактического домашнего региона. Некоторые учёные исследовали световые лучи, спускаемые при сверхновых. Вскоре выяснилось, что огни распространяются преимущественно вдоль невидимой оси. Из этого эксперты сделали вывод о том, что Вселенная расширяется неравномерно, а прежде всего в определённом направлении. И именно в этом обстоятельстве Цагос видит доказательство того иллюзорного обмана, на который в настоящее время указывают многие эксперты. Согласно этой концепции, наша родная галактика находится в галактическом потоке, направленном вдоль определённой оси. Образно выражаясь, мы находимся в своего рода космической реке. Однако, поскольку мы дрейфуем вниз по течению, кажется, что и те области, которые лежат за пределами этого потока, движутся всё быстрее и быстрее. Это означает, что расширение пространства-времени кажется нам значительно быстрее, чем оно есть на самом деле, из-за нашего пространственного положения. Новые теории Цагоса встретили неоднозначную реакцию. В то время как одни эксперты приветствуют новаторскую теорию, другие её критикуют, потому что якобы революционные открытия греков не подтверждаются достоверными наблюдениями. А что вы думаете об этой захватывающей теме? Как вы думаете, возможно ли, что трёхмерная Вселенная на самом деле является всего лишь голографическим изображением двухмерного пространства? Ждём ваших комментариев. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова